В целом, обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряжённую. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаева-Криворожского направлений. Мы с украинцами один народ. И желаем одного, чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО, дружественной для России государством. Противник – это преступный режим, который толкает гражданам Украины на смерть. Стремится прорвать нашу оборону. Для этого вооружённые силы Украины подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие даже полный курс подготовки. Фактически, украинская руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения Бекса с передовой украинские власти преступный режим применяют заградительные отряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя. Ежесуточно потеря противника составляет сотни человек убитыми и ранеными. У нас иная стратегия. Об этом уже говорил Верховный Главнокомандующий вооружёнными силами Российской Федерации. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережём каждого солдата, методично перемалываем атакующего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения. В настоящее время объединённой группировкой войск принимаются все меры по наращиванию боевого численности состава соединения воинских частей, созданию дополнительных резервов. Оборудование оборонительных рубежей, позиции, поселения, боевого соприкосновения. Продолжается нанесение удара высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск, на снижение его боевого потенциала. Как бы вы охарактеризовали эффективность российской авиации и сил противовоздушной обороны? Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств противовоздушной обороны. В ходе операции экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов и не применено свыше 7 тысяч управляемых авиационных средств поражения. Хорошо и надёжно себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал». Ни одна из систем противовоздушной обороны противника в этой ракете не сможет противостоять и создать препятствия для достижения цели. Высочайшую готовность также показали стратегические крылатые ракеты в воздушном базировании. По качеству боевого применения особо возможно выделить многовинциональный самолёт 5-го поколения Су-57. Имея широкую аминкатуру вооружения в каждом вылете, он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей. Беспилотная авиация выполнена также более 8 тысяч вылетов, а ударными беспилотными аппаратами уничтожено более 600 объектов противника. Власти Херсонской области приняли решение организовать возможность выезда жителей региона в другие субъекты Российской Федерации на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Как вы можете прокомментировать это решение? На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно носит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. По объектам социальной, экономической, производственной инфраструктуры. Попаданиями реактивных снарядов Хаймерс повреждены Антоновский мост и дамба к Каховской гидролитростанции, движения по которым остановлены. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдается определенная проблема свода и электростабжения. Все это не только значительно осложнеет быть горожан, но и создает прямую угрозу их жизни, жизни их семьям. НАТОвское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами как в самих вооруженных силах Украины, так и среди мирного населения. У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов и способов войны в районе города Херсон, о подготовке к Киеву массированного ракетного удара по плотине Каховской гидролитростанции, нанесение массированного ракетного артиллерийского удара по городу без разбора целей. Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и, безусловно, к большим жертвам среди гражданского населения. В этих условиях нашей первичной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения, по готовящейся правительствам в России, программе переселения. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже сегодня, на сегодняшний день, весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мира населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений.